Они вкладывают свои силы в развитие территории, в поддержку старшего поколения и воспитание детей. Представители самарских некоммерческих организаций территориального общественного самоуправления прошли курс обучения, который организовала Общественная палата города, чтобы помочь активистам в правильном составлении социальных проектов для участия в конкурсе фонда президентских грантов. Была разработана специальная программа, которая включает в себя вопросы, начиная от выбора актуальной проблемы, потому что фонд президентских программ имеет очень много направлений, участия, и заканчивая уже от идеи до формирования бюджета этого проекта. Презентация, чек-листы, учебные шаблоны – все, что нужно от теоретических знаний до практического применения подготовила для участников курса секретарь городской общественной палаты, председатель комиссии по демографической, семейной и молодежной политике, социальной защите ветеранов, инвалидов и пожилых граждан, а также сертифицированный тренер фонда президентских грантов Юлия Копылова. В курс, который провели совершенно бесплатно, вошло четыре семинара – от определения гипотезы до создания социально направленного бизнеса. Многие думают, что написать социальный проект – это всестины и написать сразу проект. Нет. А сейчас фонд президентских грантов вводит такой термин, как гипотеза. Социальное проектирование начинается с гипотезы. Когда ты сначала думаешь, как ты поможешь людям. Второй шаг – это ты идешь к людям и спрашиваешь, а моя помощь вам нужна? И они тебе говорят, да или нет. И после этого идет уже на основе этого исследования идет формирование проекта. На семинарах разобрали инструменты, которые необходимы для создания социального проекта. Обсудили типичные ошибки, способы решения и узнали полезные лайфхаки. В общем-то, мы все уже пишем и знаем, и выигрывали. Но четкие задачи, которые ставят сейчас президентские гранты, не всегда выполнимы по той причине, что очень много нюансов. Здесь мы как раз разбираем именно вот эти необходимые моменты, которые, как я говорю, углубление идет не в общем понятии написания гранта, а именно в качестве разбора каждой позиции. Например, если в исследованиях можно приложить просто анкетирование, допустим, кое-какое, а еще и говорить, что можно дополнительно ко всему этому видеофрагмент приложить, для того, чтобы было более живым, чтобы у человека горели глаза, что он хочет реально выиграть этот грант, для того, чтобы не просто выиграть, а чтобы реализовать. Хочу поблагодарить общественную палату за приглашение посетить мастер-класс от тренера Юлии Сергеевны. Это на самом деле очень ценно. Особенно для нас, новичков, так сказать, в этой сфере, руководители других организаций тоже поделились своим бесценным опытом. У нас очень много идей, на самом деле, у них тоже много идей. У кого-то есть опыт, мы им обменялись. Фонд президентских грантов является единым оператором государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций. На конкурсной основе он выделяет средства на реализацию социально значимых инициатив. Поэтому получение грантов – это не только помощь людям, но и вложение федеральных денег в развитие Самары. Подобные мастер-классы общественная палата планирует проводить и в будущем. Светлана Кудрявцева, Валерий Майоров, События.